Добрый день, уважаемые коллеги. В том году уже мы на PKI форуме рассказывали про то, как объединять удаленную идентификацию и работу с электронной подписью, но в этом году немножко больше остановимся на том, как в принципе переносить работу с электронной подписью на мобильные устройства. Наверное, актуальные задачи в комментариях не нуждаются, все переходит на мобильные устройства. Вопрос в том, как перейти и какие проблемы при этом возникают. Во-первых, возникают новые модели нарушителя, возникают новые угрозы безопасности, возникают новые технические задачи, связанные с ограничением мобильных устройств, связанные с нюансами реализации криптографии на мобильных устройствах и связанные с тем выбором подхода к реализации, который возникает. Либо это полноценное мобильное приложение, реализующее функционал электронной подписи, либо это часть клиент-серверного приложения. И сегодня, делая обзор различных подходов к переходу на использование мобильных приложений, мы будем, в частности, останавливаться на том, как это производится в свете возможного дополнительного подключения здесь технологий получения сертификатов без личной явки. Три технологии, которые есть уже в настоящее время. Первая – это локальная подпись на мобильном устройстве. Это, например, CSP50, который сейчас продается Android, работающие на мобильном устройстве, полноценные средства электронной подписи, в том числе с совместимыми токенами. Это мобильная подпись с облачной защитой ключей, это решение по идеологии построенное по такой ID-поинту коллег, и это поддержка режима защиты контейнеров в наших CSP. И третья технология – это удаленное формирование электронной подписи, или то, что часто обозначается как облачная подпись, то есть это аутентифицированное выявление в рамках клиент-серверного взаимодействия при работе самих средств подписи на серверной стороне. В случае локальной подписи здесь особо и рассказывать не о чем. Полноценное средство подписи на мобильном устройстве с возможностью так или иначе визуализировать документы и подписывать их. Облачная защита ключей – это возможность шифрованием локально хранимых ключей с помощью серверной стороны защищать ключевую систему более надежно, правда, естественно, с дополнительным требованием обращений к серверной стороне. Удаленное формирование подписи, то, о чем мы рассказывали здесь и в прошлом году, два года назад, облачная подпись, процесс, при котором после появления документа на серверной стороне он пересылается на клиентское приложение для аутентифицированного выявления, и дальше после получения его серверной стороной происходит подписание на серверной стороне. По каким свойствам разумно сравнивать подходы с точки зрения как безопасности, так и удобства? Здесь, наверное, на некую полноту этого списка претендовать вряд ли возможно. Мы выделим те аспекты, которые являются наиболее сложными в реализации и наиболее важными для интеграции решений, для развития решений. В части безопасности, в первую очередь, это классические вопросы, работы с ключами – это их процедуры безопасного создания, безопасного хранения, а также внеплановая и плановая смена, а также те возможности, которые решение нам дает в части блокировки доступа к ключам, так как именно в случае мобильного устройства вариант потери его, к сожалению, является не только теоретической угрозой. Ну и общий тезис, который мы любим повторять, что оценивать стойкость системы здесь нужно только целиком, в совокупности, учитывая и клиентские компоненты, и серверные компоненты, и компоненты, связанные с первичным получением сертификатов. Ну и вопросы доверенного аудита каждый раз возникают здесь все более и более напряженно, особенно с учетом того, что действительно вопросы ответственности в случае распределенных систем – это вопросы крайне сложные и важные. Ну и общие вопросы, связанные с удобством, производительностью, масштабируемостью, и главное, наверное, это возможностью легкого перехода на новые решения из существующих систем, то, что необходимо учитывать. В случае локальной подписи, в случае локальной подписи с облачной защитой вопрос решается просто, строится защищенный канал до серверной стороны, и в рамках протокола, например, OpenAdee Connect, возникает возможность получить аутентификацию пользователя, если сам механизм это предполагает. Что касается удаленного формирования подписи, это был посвящен отдельный наш доклад год назад. Если вкратце, то вывод из него был, что возможна интеграция системы удаленного формирования подписи или облачной подписи с удаленным получением сертификатов по стойкости такая же, как для локальной подписи, то есть здесь сама стойкость формирования очередной подписи, она никак не будет сопряжена или завязана на некие, грубо говоря, механизмы, имеющие другую степень стойкости. Что касается блокировки ключей при утере устройства, угроза реалистичная для мобильных устройств более чем. В случае локальной подписи на мобильном устройстве это только отзыв сертификата, что работает, но с некоторой задержкой. В случае облачной защиты ключей, например, решение коллег IDPoint, возникает возможность мгновенной блокировки доступа в случае утери устройства. Ну и в случае облачной подписи, естественно, также это мгновенная блокировка, потому что у пользователя есть лишь ключи-интификации, которые можно заблокировать мгновенно на серверной стороне. В части аудита примерно такая же картина, то есть в случае локальной подписи аудит, ну, возможен очень ограниченным образом. В случае облачной защиты ключей возникает возможность как минимум контролировать, что и когда происходило. В случае удаленного формирования подписи полный аудит всего и вся. В случае повреждения устройства, естественно, здесь локальная подпись, независимо от того, классическая она или с облачной защиты ключей, ключи теряются полностью при утере устройства, очевидно. В случае удаленного формирования подписи, в случае удобства здесь все сильно лучше, так как теряется лишь аутентификатор на ключи, который сам по себе может быть заблокирован, после новой личной явки доступ к ключу восстановлен. В случае производительности локальная подпись, независимо от наличия дополнительной защиты, естественно, по скорости ограниченной ресурсами устройства, при удаленном формировании подписи у нас возникает возможность повышения производительности за счет масштабирования системы. Кластеризуемое аппаратное решение на стороне сервера, то, что здесь возможно. Вопрос, который мы еще не рассматривали, по-моему, ни разу, это вопрос работы с внешними порталами при плохом соединении, что важно, например, если речь идет про подпись больших файлов, про подпись больших пакетов файлов. В случае локальной подписи и классической, и с облачной защитой ключей понятно, что здесь сам документ обязан попасть на локальное устройство. В случае удаленного формирования подписи также, конечно, низкая скорость соединения будет вызывать проблемы, но, по крайней мере, для конкретных сценариев есть возможность пытаться оптимизировать здесь работу. То есть, если мы говорим про вали изъявления, подтверждающие то, что визуализированная часть была подтверждена, то для конкретных типов документов, для конкретных сценариев возможно, по крайней мере, оптимизировать просмотр совместно с выкачиванием визуализированных образов файлов, например. Да, трудности остаются, но, по крайней мере, возникают подходы к решению проблемы. Вопрос чуть более глубокий, но при этом крайне важный, это датчики случайных чисел. Я напомню базовую теорию, что даже однократный сбой датчика в случае работы с шифрованием данных, очевидно, он может привести к раскрытию данных, но что страшнее, что в случае работы с подписью однократный сбой может привести к возможности восстановления закрытого ключа по значению подписи, даже если вы формируете все совершенно с неизвлекаемым ключом, все совершенно сохраняется в тайне, но если датчик у него может сбойнуть, то ключ может быть скомпрометирован просто по значению одной подписи. Так что последствия крайне существенные, и в случае локальной подписи, да, естественно, они вырастают в полном объеме, поэтому требования к ДСЧ здесь максимальные, требуется максимальное здесь внимание уделять и не пренебрегать возможностью генерации гаммы при интеллизации устройства. В случае удаленного формирования подписи на серверной стороне в ХСМах там стоят соболя, дополнительная гамма, и случайности вопросов нет в части конфиденциальности ключей. Ну, конечно же, сам канал связи, если датчик на устройстве сбойнет, конфиденциальность документов может быть нарушена, но не имитозащита и не операция подписи, так как сама аутентификация происходит на симметричной криптографии. В части перевода существующих систем краеугольный камень для любой новой технологии. В случае локальной подписи переход требует разработки дополнительных модулей для того, чтобы, собственно, просто получить документ на устройство. Это касается и классической подписи, и облачной защиты ключей. В случае удаленного формирования подписи здесь минутка рекламы, что модуль Cloud CSP в новом сертифицированном 5.0 позволяет бесшовно переводить любую систему, которая была написана там за 20 лет, внедрение криптоопии в России, по сути, интерфейсов поверх него, на переход на облачные ключи просто за счет настройки системы. То есть даже система, разработанная много лет назад, перейдет бесшовно, без каких-либо ее доработок. Просто потому что сам интерфейс стоит с тем же самым, перенастраивается лишь вызов. Он идет не локально к ключу на машине, а в облако. Просто о том, а можно ли и для ключей на токенах тоже получить это преимущество, возможность бесшовного перехода при использовании мобильного устройства без переписывания существующих систем. Если вкратце, то ответ да. Предпосылки к их задаче те, что сейчас возникают NFC-токены, бесконтактные токены с Bluetooth. При этом полное формирование документов на устройстве, то, что не всегда удобно делать, мобильное устройство не предназначено все-таки для полноценного редактирования документов, как правило, и уместнее использовать его для подтверждения документов и операции с ними ориентифированным образом. Ну и, собственно, хочется существующие процессы системы, которые без малого 20 лет разрабатываются с целым набором API, перевести бесшовным образом. Естественно, стараясь здесь везде использовать как минимум двуфакторную идентификацию при работе с нашими устройствами. Идея решения описывается очень просто. Переиспользовать все, что сделано в нашем DSS для интеграции, для аудита, для визуализации, для работы с ключами, с пользователями, но в момент операции уже формирования подписи использовать в таком случае не HSM, находящийся на стороне DSS, а пробросить защищенный канал насквозь от HSM к бесконтактному токену, подключающемуся к устройству, потому что само устройство уже проатентифицировано и оно является уже, по сути, аутентифицированной частью этого канала. На картинке это все выглядит следующим образом. То есть мы начинаем работать с процессом работы с документом, как в DSS, но в момент обращения к ключу мы перенаправляем, по сути, поток исполнения на построение защищенного канала насквозь через устройство пользователя, используя его как считку, до бесконтактного токена. При этом замечу, опять же, что считка здесь не абстрактное устройство анонимное, это уже проатентифицированная часть, так как на предыдущем этапе с помощью HMAC и во время выявления уже эта считка проатентифицирована. Чуть подробнее схема описана на следующем слайде, но времени, наверное, у нас уже остается немного, поэтому оставлю его скорее для тех, кто хочет ознакомиться подробнее. Остановлюсь на тех преимуществах, которые такая перспективная, на наш взгляд, схема может дать. Мы полностью поддерживаем абсолютно все уже написанное для работы с ЦСП, а также в целом системы новые, которые уже появились в ДСС, для работы с бесконтактными токенами без переработки прикладного ПО, то есть все уже существующие системы могут работать по новой схеме без их жесткой переработки. При этом остается доверенный аудит всего и вся, остается то свойство, что сами ключи используются на токене, если токен, например, предусматривает долгое хранение ключа в защищенном виде, то это и остается. Возможность новинной блокировки при этом работы с ключами за счет того, что серверная сторона позволяет это заблокировать даже до того, как в списке отзыва сертификаты попадут в случае, например, потери карточки. Возможность ограничивать перечень файлов, которые подписываются, если, например, в какой-то системе, например, при работе социальной картой хочется подписывать только часть типов документов. Ну и, собственно, то, что возникают аж три фактора аутентификации, собственно, и токен, и телефон, и доступ с помощью, например, там, отечественной пальцы, либо Face ID для доступа к ключам аутентификации на телефоне. И не нужно перерабатывать чип-карту, так как сами протоколы взаимодействия удаленного это тоже протокол сиспейк, который уже в карточках многих реализован. Серверная компонента при этом обеспечивает работу с доверенным аудитом, с работой с облачными компонентами, с клауд-ЦСП, с аутентификацией всего и вся, и с возможностью блокировки в случае чипа. И, собственно, HSM — это устройство, где хранятся все серверные ключи, и главное, что еще и ключи аудита. Здесь, благодаря HSM УКБ-2 и благодаря цепной записи данных, такой блокчейн в мирных целях, появляется возможность обезопасить систему даже от зломеренного администратора самого сервера, потому что, что бы он ни делал, без атаки на сам HSM, что все-таки сделать, мягко говоря, нетривиально даже силами разработчика, невозможно как-либо скорректировать журналы аудита. Все кирпичи готовы. Это TSP 5.0, недавно сертифицированный с iOS и Android, модули протокола CISP, реализованные в нем, модуль Cloud CSP, реализованный в нем, это HSM и DSS, и это существующие на рынке уже бесконтактные токены и карты. Это удостоверение личности гражданина, ОЛГ, о нем будет рассказ, коллег из Восхода более подробно о самом. Есть социальные карты, которые поддерживают NFC, и их использование потенциально возможно. У коллег из актива есть ртокены ЦП 2.0 с поддержкой и Bluetooth, и NFC, и все это здесь логично и уместно использовать без сильных доработок. При этом по отдельности большая часть или большая часть компонентов уже сертифицирована, то есть все кирпичи есть для того, чтобы строить из них здание, если оно будет целесообразно и полезно. По ОЛГ в части сертификации, но следим за новостями. В заключение, что рассмотрены четыре подхода, из них два подхода, сопряженные с использованием локальной подписи, хороши в ряде случаев, но при этом зачастую не допускают бесшовного перехода на них из существующих систем, а это, естественно, является затрудняющим, замедляющим их внедрением. Схема, предполагающая серверное использование ключа, то есть удаленное формирование подписи, позволяет бесшовно переход на них, позволяет использовать все преимущества схемы с серверной стороной, включая аудит, блокировку и прочее. И плюс описан четвертый подход, который также позволяет здесь использовать и носимые ключи на картах, например, на удовлетворение личности гражданина в нашем светлом будущем и на токенах с бесконтактной работой. Собственно, все. Спасибо большое за внимание. Спасибо.